Этот парень встречает весну с опаской. Всему виной заболевания, с которым живет уже 5 лет. Первый звоночек услышал в университете. На одной из пар послышал голоса, которые призывали меня просто встать, запричать. Навязчивая такая идея. Потом уже родные, мама, папа начали замечать, что со мной что-то происходит не то. Мы обратились к психиатру. Обследование, несколько ложных диагнозов. В итоге вердикт – шизофрения. Лечение стабилизировало состояние парня, но весной риск рецидива велик. Несмотря даже на то, что я в ремиссии с помощью медикаментозного лечения, но все равно начинаются проблемы со сном. Все равно страдаю. Человек не может долго заснуть. Или наоборот, человек засыпает, но просыпается очень рано и потом дальше не может заснуть. Или человек засыпается, но просыпается в течение ночи несколько раз. Или наоборот, человек начинает спать очень-очень много. То есть там не хватает 8-9 часов средних, да, статистического, которые мы спим в норме. А начинает спать 12-14 часов и при этом чувство отдыха не появляется. Вслед за нарушением сна, говорят специалисты, появляются и другие признаки, которые не стоит игнорировать, особенно весной. Если у человека начали меняться эмоции, скажем, снизилось настроение, или он начинает наоборот очень много хохотать, веселиться без повода, или начинает раздражаться, или наоборот вообще исчезли все эмоции, когда у человека возникает апатия, то, конечно, тоже это стоит обсудить со своим близким. Следующий герой обнаружил у себя проблемы как раз весной, ударился в религию. У него появилась навязчивая мысль, что нужно уйти в монастырь. Позже психиатр поставил диагноз биполярное эффективное расстройство. На пике у пациентов прилив сил, они перестают спать и есть, их посещают, как им кажется, гениальные идеи. А вот вторая фаза может привести даже к суициду. Это депрессивная фаза, когда абсолютно теряешь какое-то стремление, цель в жизни. То есть апатия наступает такой силы, что невозможно вообще встать с дивана, пойти почистить зубы – это уже колоссальный труд. Ты лежишь просто, занимаешься самобичеванием, каким-то состраданием к самому себе. По словам врачей, душевные хронические заболевания заметно молодеют, в связи с чем возникают сложности. Даже то, чтобы понять, какие у меня эмоции, то молодому человеку это сделать труднее, чем когда уже у человека есть какой-то опыт за спиной, который может понять, какую эмоцию он испытывает и что с этим сделать. Еще одно сезонное заболевание – рекуррентно-депрессивное расстройство. Им страдает гораздо больше людей, чем биполярным эффективным или шизофренией. И если первые два диагноза проявляются в молодом возрасте, последний может появиться даже после 45 лет. Человек перестает проявлять какие-либо интересы, утрачиваются интересы и желания того, что было ранее. Больше занят таким самокопанием, причем с оценкой себе такой минус выставляет. Сложности в мышлении начинаются. У человека появляется ощущение, что я поглупел, я все забыл, у меня что-то с памятью. Проявлению расстройства способствуют стрессы, поэтому таким пациентам врачи рекомендуют отказаться от весенних переездов, путешествий и ремонта и подготовить себя к демисезонному периоду – в феврале и в августе проходить профилактическое лечение.